Дать имя самарскому подарку пожелали не только жители области. В конкурсе приняли участие и севастопольцы, и феодосейцы, и москвичи. Более 100 названий поступило в конкурсную комиссию. Среди вариантов и Владимир Путин, и Единая Россия, и даже немеркнущий грот. Патриотизм взял верх, единогласно было принято решение дать парому имя Самарец. Именно это название показывает связку с нашим городом, с нашим краем, с Самарой, с Волгой. И тут уже звучали мнения о том, что кто-то увидит, что Самарец в интернете наберет, выйдет на Самару, больше узнает о нашем крае. Новоявленный Самарец уже готов к смене прописки. К концу мая его ждут в Керченском проливе. Вопрос транспортной коммуникации в Крыму стоит остро. Уже сегодня ожидание на переправе доходит до 20 часов. С началом туристического сезона число желающих попасть на полуостров будет только расти. Самарец сможет взять в рейс 350 человек или 40 автомобилей. Самара – это город, который никогда не будет разорен. И, соответственно, Самарец – это тоже какое-то позитивное название, положительное. Я думаю, оно достойно того. Но он хорошо поплывет. Поиск названия парома дал толчок новой идеи. Участники предложили дать судну несколько имен наших земляков, героев обороны Севастополя. И это не только Петр Алабин. Есть много других, незаслуженно забытых. Таким образом, конкурс, возможно, станет началом новой краеведческой работы. Инесса Панченко, Валерий Шаронин. События.